Добрый день, мои дорогие друзья! Вот и наступила осень, и пришло время подготовить наш сад к зиме. Ведь именно в это время перед наступлением настоящих холодов, многие патогенные организмы не только продолжают вредить растениям, но и готовятся к зимовке, зарываются в почву, прячутся в опаде и гнилых плодах. Осенняя искореняющая обработка может защитить растения не только от вредителей, но и от инфекционных заболеваний, таких как ржавчина, парша, плодовая гниль и мучнистая роса, а также для уничтожения мхов или шайников. Каждый год я меняю применяемый препарат. В один год обрабатываю бордоской жидкостью, а в другие сезоны – железным или медным купоросом. Необходимо обрабатывать растения железным купоросом, когда еще нет морозов, а листья с деревьев уже опали или почти опали, и почки находятся в состоянии покоя. Это идеальное время для использования сильнодействующих препаратов, обработка становится безопаснее. Поэтому в этом году я планирую применить усиленный раствор железного купороса, добавив в него мочевину. Мочевина является очень эффективным средством для осенней обработки сада при высокой концентрации. Это не просто азотная подкормка, а фактически средство, обжигающее все инфекции. Оно уничтожает наиболее устойчивые и трудноискоренимые источники болезней, а также эффективно борется с многими вредителями, которые решили перезимовать на ветках в коре и приствольных кругах, такими как клещи, щитовки и даже стеклянница. Для приготовления раствора я беру полкилограмма железного купороса и 700 грамм мочевины, лимонную кислоту и жидкое хозяйственное мыло. Купорос и мочевину растворяю в отдельных баночках с горячей водой, так как в холодной воде они растворяются дольше, особенно мочевина. Все хорошо размешиваю до полного растворения. Для улучшения свойств железного купороса в банку с железным купоросом добавляю 2 чайные ложки лимонной кислоты. Хорошо перемешав, выливаю эти две баночки в ведро с водой. Общее количество раствора должно быть 10 литров. Чтобы раствор дольше держался на ветках и не смывался дождем, я добавляю в него 3 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. Затем раствор фильтрую и заливаю в бак для опрыскивания. Обрабатывать надо тщательно и ветки и стволы дерева, а также землю вокруг дерева. Если на дереве остались листья, их также необходимо хорошо обработать. Опрыскивать лучше всего струей, а не мелким распылением. Так раствор смачивает поверхность коры на достаточную глубину и попадает даже в самые мелкие и потаенные места, где бывают возбудители заболевания. После опрыскивания, через пару дней, деревья нужно побелить, чтобы защитить их от солнечных ожогов в морозную и солнечную погоду. Всем удачи и до новых встреч!